Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим, как пройти техническое освидетельствование или техосмотр на плавсредство. Какое лучше всего время выбрать для прохождения технического осмотра плавсредство? Основной ажиотаж проходения технического осмотра плавсредства происходит в конце мая во многих областях Республики Беларусь, в некоторых середина мая. Для того, чтобы без толкучки пройти техническое освидетельствование, то есть техосмотр, лучше всего выбрать время начала апреля, середина апреля. Для того, чтобы пройти технический осмотр маломерного судна, нам нужно приехать в ГИМС, при себе иметь судно, лодочный мотор, сертификат о прохождении технического осмотра, судовой билет, права, если у вас имеется лодочный мотор, более 3,7 кВт или 5 лошадиных сил. Также надо иметь при себе чек. Оплатить можно за прохождение техосмотра через ЕРИП, можно в банке или на почте. А теперь обсудим, какое плавсредство может пройти технический осмотр. Если взять, например, ПВХ-лодку, то эта лодка должна быть без явных отклеенных швов, без трещин на ПВХ. Если лодка имеет какой-то ремонт, он должен быть произведен качественно. Также должны быть наличие весла. Что нужно нам еще для того, чтобы пройти технический осмотр? Два весла. Комплектация спасательных жилетов. При условии, что вы будете передвигаться на плавсредстве, если, допустим, у вас 3 человека, 3 человека должно иметь спасательные жилеты. Снимать спасательные жилеты можно только при том случае, если вы остановились, встали на якорь. Если же вы передвигаетесь, спасательные жилеты должны быть одеты на вас, при том, что в полностью засегнутом положении. Кроме этого, нам нужно еще иметь якорь, огнетушитель, кошман, полтора на полтора. Это специальная такая ткань, которая может помочь потушить огонь. Желательно при себе иметь фонарик белого цвета. Если вы не успели вернуться на берег или вышел из строя, допустим, лодочный мотор, вы возвращаетесь с большим опозданием. Также надо иметь медицинскую аптечку, техническую аптечку, это кто будет передвигаться с водочным мотором. Также надо иметь водоотгребную емкость какую-то, в случае пробоя незначительного или, может, дождь пошел сильный. Это может быть какой-либо ковшик, желательно, чтобы он имел плавучий материал, чтобы им было удобно отчеркивать швартовые приспособления. При последнем прохождении технического осмотра нужно было, чтобы швартовое приспособление было две длины корпуса полосредства. Номер должен быть нанесен определенного размера. Вроде бы высота должна быть не меньше 10 сантиметров. Я делал трафарет из листика А4. Высотой они у меня получились 15 сантиметров, шириной, допустим, пятерка у меня получилась где-то 10. На полосредстве должна быть табличка. На моей табличке вот указано. Страна-производитель, наименование модели лодки, максимальное число человек 3, плюс груз. Грузоподъемность 400 килограмм и максимальная мощность устанавливаемых лодочных моторов. Тут указано в киловаттах 5,89. В следующем видео, друзья, я сделаю обзор на эту лодку. Это Калибри КМ-300. Она ничем не уступает дорогостоящим брендам. Друзья, всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Романович. Всем счастливо. Пока-пока.